всем привет так мы переехали с одного объекта на другой с рабочими сейчас то есть ребята уже в принципе на месте с инструментом со всем чем надо вот собрали все с другого объекта сейчас составляем они составили список что нужно им привезти из продуктов и направляемся в магазин за ними сейчас списочек перепишу на листочек так удобней потом идем затариваться без рублей есть ладно сейчас разменяем а у меня есть все пошли я обычно всегда дешу 10 рублей в кармане как раз в тележке ну или когда заправляет всегда даю заправщику так мы маски одеваем а у тебя нету но там можно взять или вот здесь можно было взять а можно самостоятельно сделать с трусов тоже можно конечно ты предпочитаешь женских или с мужских нет он не засохнет тем более сейчас и засушил они что говорили надо принести свежий но новый хлеб а этот закончится если они прикатят тележку там наверняка хлеб будет свежее чем этот и мы его поменяем обратно пошли пока за другим прием мясо возьмем кушают ну минимум три раза в день нормально кушать я уже буду там попить чай попить кофе перекусы какие-то то есть ну я не физически работаю конечно не кушать лично тем более я же вот они на один день привет я это не привожу дня на 4 на 4 на 5 иногда были мясо нет а есть есть один окорок его и заберем и курдюк появился курдюка давно не было тоже возьмем что но да ребята же мусульмане мы можем взять им еще курицу какой-нибудь так возьмем наверное две вот такие вот еще халяльные штуки чтобы у них было это на выходные в питер поеду в гости меня пригласили и чтобы ребят до понедельника до вторника было что кушать я говорю этот ашан знаю как свои пять пальцев мне мне кажется что если мне перевязать глаза то я с легкостью найду те продукты которые мне надо вообще не задумываюсь картошку смотрим выбираем какая покрупнее она пойдет берем перчатку да кстати смотрите чтоб перчатка у вас легко одевалась на руку надо ее чуть-чуть надуть воздухом надувается она очень хорошо на руку заходит морковки нормальные по ходу нет ну совсем мелкие то тоненькие брать брать то не хочется почему потому что возьмешь мелкие и пока почти там ничего не остается много то есть уходит на отходы сегодня конечно выбор хреновый мягко говоря хлеб взяли морковь лук картошка молоко рис сливочное яйца мясо колбасы печенье пряники так теплые перчатки просто соль перчатки погнали за соль и потом за перчатки блин в принципе скидка можно взять и упаковку чек сохраняем сейчас раз в четыре пять дней вот а так вообще в принципе когда я когда уже начинается сезон и вызов на объект я всегда ребятам звоню спрашиваю что нужно им привезти то есть мало ли какой-то инструмент уже мелкие продукты нужны да иногда и ваша не было бываю по три по четыре раза обвал такое когда вот с такими двумя тележками с полными выхожу вот так когда объекты в одном направлении неудобно заезжать несколько раз ваша это на один объект данную это я взял ребятам на как бы надолго здесь много продуктов которые не портятся чтобы у них было и я со спокойной душой мог уехать питер и не беспокоиться что вдруг у них чего-то не хватает ну такой если вдруг хлеба не хватает или еще чего-то они конечно же по месту сами сами идут и покупают ну я стараюсь сделать так чтобы они по магазинам как можно меньше ходили не теряли на это время лучше в это время пускай они или работу какую-нибудь сделать или просто элементарно отдохнуть я все равно же езжу на машине да конечно на это уходит очень много времени а куда деваться никуда не денешься надо так начинаем погрузку продукты я вожу в багажнике чтобы чтобы не говорил может кто-то из рабочих на это обижается я не знаю и для себя когда покупаю продукты вожу в багажнике и для рабочих в том числе багажник у меня в принципе довольно чистый я всегда стараюсь поддерживать в чистом состоянии в отличие от всего остального салона автомобиля вот сейчас проверим как мы вообще вот здесь видно еще до дорогу наверно напортили нам потому что мы раньше не проваливали куда чем надо будет так изучала вызывать все-таки пройти прочистить для того чтобы те кто будут завозить материал что понимали вообще куда они едут и на что наезжает вот наш участок вот здесь частично его подняли грунтом а частично оставили то есть мы сюда сможем разгружать в принципе блок срабатывает иногда она мешает выезжать как раз вот из таких вот из таких вот мест потому что ты закопаешься я не выкладываю в ролик пожалуйста вот уже сейчас последний сказал послушаешь не надо запомни вот мою мою просьбу просто и не делай этого то я пакетами конечно забираешь я тебе привез на на полмесяца точно все я вас здесь оставлю и больше не приеду сидите работайте что мне здесь у вас сделать так что я там ничего себе не снес не нормально порядок мы приехали на наш объект где у нас большой фундамент 400 квадратных метров которые мы консервировали на зиму в принципе конечно какие-то работы производить еще наверно рановато здесь но тем не менее ребята освободились чтобы не стояли есть можно демонтировать опалубку внутри всех лент наружную мы пока не трогаем ну и соответственно можно будет когда температура будет не так холодно как вот обещают нам выходные можно будет спокойно делать гидроизоляцию обмазывать и так далее будем готовиться в общем потихонечку к работе а сколько тут до весны осталось чепуха-то один месяц все а мы попросим чтобы попросим аллаха и бога чтобы нам весна раньше чуть пришла чем надо и все там главное чтобы где-то 0 минус 0 минус 3 что было а мы сейчас едем вы ищем водопроводный колодец у нас есть здесь то есть кессон скважина ищем крышку кессона для того чтобы у нас была вода на объекте пища и буховая ищем вода не было у нас естественно в декабре ищем водопроводный колодец вот который есть как это просто декабре ищем водопроводный колодец для того что посмотреть декабре ищем водопроводном столбам. Вообще надо было сказать, знаешь, Шаров, по-моему, где-то там. А, не, мы там, вот, и смотришь, до утра здесь участок почищенный, можно заливать бетон. Кидай немножко подальше, ну. Ты сейчас сюда накидал, опять кидаешь. Все, туда далеко не уходи. Это тот участок, на котором мы строили большой, огромный фундамент. То есть здесь мелкозаглубленная лента получается с монолитным цоколем, под несущие стены. Почему? Потому что, как я говорил ранее в роликах, здесь очень большой перепад участка. То есть от дороги, от этой части фундамента до самой дальней, которая ближе к лесу, у нас перепад метр двадцать. Поэтому для того, чтобы фундамент у нас был в одном уровне, то есть все наше строение было в одном уровне, лента получилась у нас здесь метр десять. Завтра-позавтра ребята спокойно начнут демонтировать опалубку внутри, наращивать опалубку снаружи для будущих работ и потихоньку будем шевелиться, двигаться, что же делать. А жгут они чего? Мусор жгут, который остался здесь. Старые матрасы здесь были, старые подушки, просто мусор какой-то там, куски досок было там в этом, что ребята уехали, побросали все. Они, ну как мы думали, что начнем чуть позже, они вернутся будут продолжать, но пока вот будет, а? Нет, может они вернутся еще, посмотрим. Сезон-то, начнется сезон, там посмотрим. Но вернутся уже не сюда, уже вернутся на другой объект. Сюда все, здесь уже Шаров будет со своей командой до конца. Обидно кому? Ну а здесь мы, мы же не в детском садике, чтобы обижаться или еще что-то. Мы работу делаем, нам надо работать. Вот, они сейчас не готовы приехать, значит не готовы приехать. А тут, знаешь, у меня ребята здесь на месте, это не надо было других вызвать, которые сейчас дома сидят рядом с женами, с детьми, да? А вот ребята, которые здесь остались, не уехали домой к своим женам и детям, оставить их без работы из-за этого. Я тоже так не могу. Вот, поэтому я загружаю тех, кто сейчас на месте, загружая работой, а потом уже будем постепенно наращивать все эти обороты по мере появления объектов. Да, кстати, смотри, под полуметровым снегом, под полуметровым слоем снега у нас даже там земля не замерзла. Да, вот он там копал лопатой, ну прям легко копается. Вот, и кран вообще не замерз. Ну, как бы там шланг был заморожен, они его немножко прогрели газовой горелкой, все, шикарно все работает, вода есть, все отлично. Вода есть, свет есть, что нам еще надо? Ну, сегодня они обустраиваются, сегодня они греются, готовятся к работе, завтра они еще придут немножко в себя на новом объекте, может быть, прикинут, что-то им нужно довезти, завтра я им привезу и уже можно будет начинать снимать внутри опалубку. Конечно, если будет минус 19, это нафиг не нужно делать, пускай сидят в бытовке и греются, и играются в телефонах, будет погода, будет работать. Потому что чем, чтобы кто-то заболел, ну, у нас ничего здесь не горит, ничего срочного сделать не нужно. Поэтому спокойненько, в спокойном режиме, температура будет комфортная. Сегодня более-менее 5 градусов мороза, но более-менее еще работать можно. В 19, конечно, нафиг никому не нужно. Есть такая поговорка. Чем круче джин, чем дальше идти за трактором. По-моему, это тот самый случай. Да не сказали, что она на пузе прям стоит. Она там, наверное, где-то легла. Что-то мне подсказывает, ты не сильно расстроен. Я не... Потому что есть кому-то... Толкнуть. Ну, если бы не было кому толкать, я бы сюда не заехал. Да. Шаров, знаешь, что нужно сделать? Ее нужно покачать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касаемо объекта, он сегодня закончен. Ребята, мы обустроили. Ребята на месте у них все есть. Продукты есть. Тепло есть. Свет есть. Воду мы добыли. Ничего не замерзло. Это хорошо. Вот. И, соответственно, сейчас что у нас? Сейчас у нас осталось... Завтра, то есть, если вдруг им что-то понадобится, они меня наберут. Завтра у нас четверг. Вот. Я смогу им еще что-то там довезти, привезти. А потом уже я мотанусь в Питер. У меня, пока мы буксовали, у меня загорелись ошибки на приборной панели. И, учитывая, что это Тойота, рекламирую Тойоту, люблю Тойоту, на самом деле. Сейчас я время тоже выставляю попутно. Учитывая, что это Тойота, здесь очень легко ошибки снимаются. То есть, снимаешь клемму с аккумулятора буквально на 5 минут, ставишь ее обратно, ошибки не горят. Причем, даже когда загорелись ошибки, ты видел, ничего не становилось в аварийный режим. Двигатель как работал, так и продолжал работать. То есть, а это мы уже начали обзор про машины. Нет, мы об этом расскажем позже тогда. Спасибо. 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 Спасибо.